Мотор М60Б40 Продолжение следует... 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 рестайловый вариант, а я думал, что это дорестайловый. Почему-то не знаю. Вот меня поправили. И они задом наперед были сделаны. Ну, поставлены до меня задом наперед. И в свое время я вспомнил, что на Энди, 535 Энди зовут, тоже самая была тема. Я изначально, ну, почему-то мне кажется, что вот эта стекляшка, она должна быть спереди. Вот не знаю почему. И кажется, как будто она просто задом наперед. Не знаю почему, но машина полировалась год назад. Даже когда полировали, машина ужасно покрашена. Цвет у нее не родной. По-моему, у него цвет Jet Black от M5. Потому что, когда я отдавал бампер на покраску, мы реально искали цвет. Даже сам владелец не знал цвета. И это удивительно. Вот до меня владелец. Поэтому, да. Добавили из стекловолокна, к сожалению, клыки. Самый быстрый вариант. Там бампер 25 евро, клыки там сколько? 50 евро. То есть на обе стороны все поставили. Все четко встало, нормально. Бампер оригинальный с писалками. Нужно просто перепроводить систему. Просто там пару шланчиков провести нормально. Конечно, у машины есть зазоры. Понятное дело, что этой машине уже 31 год. То есть от 93 года, 24 год, уже 32 года в следующем году будет. Я смотрел недавно обзор. Не знаю, вот я забыл. Извини, пожалуйста, кто делал обзор. Я ставлю картинку. Кстати, человек только начал развиваться. Поэтому подписывайтесь на него. На BMW снимает. Но не суть. Говорил такую тему, что машина чисто для молодых. И на самом деле я с ним крайне не согласен. Во-первых, здесь уже играет роль деньги. Доллары. Просто бабки нужны на эту машину, к сожалению. Но вот опять же, я купил ее за 7000 евро. Опять же, а сейчас эта машина подорожала. То есть тогда, когда год назад ее на Facebook выставлял, эстонцы там за десятку ее сразу готовы просто забрать. Это еще при том, что у меня там не было спортсалона, как сейчас. Там руля там и так далее. То есть чисто стоковая была. Реально 540. Вот ничего в ней не было. Но самая в ней фишка, что вот я хотел бы сделать. Я понимал, я приезжал на Юлиместер, и она вообще никак не выделялась. Казад и приезжал. Многие слышали звук. Да, многие болтели. Но внешне эта машина не выделяется от того же там дизеля 525 ТДС. Или там, не знаю, там в ТДС уже трехлитровую уже давно ставят. И то там, да, круто, вау. То есть обычно 2.0, то есть ну как бы кузов внешне не отличается. Поэтому на морду не смотрите. Просто я хотел хоть как-то выделить. Я нашел вот как раз вот эти опять же М3 поставил. Я не знаю, я уже думаю, какие-нибудь может полосочки там поклеить, чтобы как-то она выделялась опять же. Опять же, здесь играет роль тот факт, что все-таки я как вот вижу, да, вот опять же, почему я хромовые молдинги те же самые поставил. Они должны быть хромовые по 37-му стилю. 37-го стиля очень много. Я знаю, к сожалению, да, оригинал. Ну, кстати, он стоит 600 евро, по-моему, сейчас даже дешево. То есть я когда искал свою бытность в 20-м году, они стоили дороже. Я не знаю, с чем это связано. Может быть из того, что молодежь как-то меняет свои вкусы, неизвестно. Но 37-й стиль, эммовский стиль на 540-й он был официально выходил. Но есть один нюанс. Такая проблема, что, я не знаю, нашивку, по-моему, здесь я не нашел. Короче, почему-то с завода выходили, то есть на 37-м стиле это 18-е катки. На кузове же написано 17-е. То есть, странно, может быть какой-то допуск был в Германии, но здесь написано четко по МНТА, что вот так, мол, так. И тем не менее, да, когда машина это проходила техосмотр, у нее, по-моему, изначально вообще пятнашки стояли. То есть, там у какого-то эстонца она когда-то давно стояла, да. Вот. Ну, я не буду скрывать, у этой машины есть минусы, нюансы. Она была в бочину немножко въебана, да. То есть, там фотографии я прикреплю. Та же самая, с другой, по-моему, бочина, да. И, ну, как-то косо-криво, но по ЛКП, если мерить, да, шпаклевки немного, да. Но все равно сам факт. Как я узнал, что она была въебана, мне скинули фотографии, где у того же эстонца когда-то. Она на хуторе там стояла, и вот 540-я, но она, по-моему, еще была на автомате. У нас сейчас переделанная под палку. Палка стоит 5-ступенчатая. В оригинале она выходила 6-ступенчатая. Короче, тут очень много говорить, как бы, опять же, ну, все как надо. Главное, чтобы у этой машины была палка, и это самое интересное. Можно заметить, что на ней можно, как бы, вваливать. Единственная проблема, здесь нету ЛСД. Да, я знаю, я хотел купить ЛСД, но из-за того, что мы с Эдиком немного, там, как-то там. Короче, да, не получается купить, опять же, потому что я боюсь у Эдика покупать, мало ли что, как бы, опять же. И в итоге я принял решение. Марек предложил перебрать этот ЛСД и сделать у него, ну, ту же самую блокировку. Опять же, его разобрать, добавить там фланца или еще что-то, все, он поедет, как бы, как вот, он даже, по-моему, даже сколько они, 70-процентные, на 80-процентные будет, если ничего не путаю. Дальше, задняя часть, о передней части поговорим отдельно, когда будем смотреть на V8, как все любят. Все любят, когда открываешь капот сразу, давайте показывать, что это реально V8, а не 2.0, как многие могут там, якобы, обманывать. Также, в плане выделения, я хотел очень задницу, я докупил оригинальный М-спойлер, буду сверлить все, четко сделаю, красиво. Я дальше, дальше я решил, конечно, не буду обещать, я уже, в принципе, это говорил, как бы, но, ладно, я скажу, я хочу сюда М-спойлер, и он будет обязательно серебристого цвета, то же самое, что и бампер. Сюда пойдет М-овский из АБС-пластика, к сожалению, оригинал уже 4 месяца еще, и он стоит неадекватных денег, 400 евро, там, с чем-то, плюс покраска, и уже бампер, как бы, будет у тебя стоять. М-овский, все юбки тоже будут серебристые, юбки, соответственно, порогов тоже есть, тоже серебристые, зеркала тоже будут серебристые, то есть максимально нужно эту машину выделить, да. Конечно, я не первый, кто так такое придумал, у нас Игорек есть в Скопле, на 50-40, у которого тоже, вот, фотку добавлю, он уже, блин, ездил там серебристыми зеркалами, но, не знаю, с завода, по-моему, не было, чтобы зеркала красили в цвет, там, юбки и так далее. Но если эта машина черная, юбки должны быть темно-серебристые, это 100%. Дальше я докупил сюда М5 бленду, я считаю, что с блендой машина смотрится, как в смокинг, да, то есть такая красивая, да, классика в том заключается, что у тебя, как бы, номерный знак, он туда ложится на металл, да, металл вот, как бы, так, и красиво, да, но мне нравится вот, как бы, так более стильно смотрится, единственное, да, сюда надо уплотнитель, и хорошо, значки тоже будут поменены, красить машину я пока не планирую, она вся переваренная, перекрашенная, в плане порогов, больная тема, это у нее пороги, но это вообще отдельная тема, и всем понятно, да, что будем смотреть, как бы, как это все сделано, но обязательно машина ждет, конечно, в будущем, как ни крути, понятное дело, там, переварки, покраски 100%, потому что это все делали, мы не знаем, сколько это все жить будет, но машина у меня 2 года уже, но вроде сколько-то держится в гараже, как бы, да, ну, вот только что плесень появляется в салоне, блядь, это все надо постоянно протирать, мысль была, опять же, уже туда мини-вентилятор, но вот оператор мне сказал, что есть там влагопоглощатели, вот попробуем такую тему, но обязательно отдам марку на химчистку, мы уже с ним договорились, 150 евро, сделает все красиво, вот свой, кстати, рядом гараж есть, где он там делает, поставил фонари с белыми поворотниками, я считаю, что там тачка черная, значит, у нее альтернативно должен быть, ну, белые поворотники, да, потому что серебристые будут там все, темно-серебристые, поправлюсь, юбки, спойлер, зеркала, вот, и тогда она кое-как будет выделяться, но этого будет недостаточно, опять же, потому что всегда ставки ты повышаешь, но я хочу сейчас вот именно снять, какая она сейчас, ладно, погнали к передней части, вообще в планах эту машину эксплуатировать на кольце, в Porsche Ring поехать, наконец, сделать все как надо, погонять, снять фильм, основная проблема в этой машине была в том, что у нее не было подушки безопасности, ну, для меня это проблема, скажем так, я хочу, чтобы пассажир имел безопасность, машина мощная, я не знаю, как можно было 540, когда у тебя там бабки, ну, она столько бабок стоила, ну, хотя бы добавь, хотя бы для комплектации, вон, как бы, я не понимаю, эту подушку безопасности, пришлось докупать с 520 версии, 95-го года, у них разница в том, что датчики имеются до рестайла, рестайла, конечно, в E34 понятия рестайла, до рестайла нету, у них только разница была в зеркалах, мало кто об этом знает, я просто скажу, что тот же Потанин об этом говорил, все это было уже давно-давно вычитано, но почему-то то же самое, что люди думают, что в 87-го года начал выходить кузов, нет, она была представлена в 87-го года, по-моему, 535-я версия, если я не ошибаюсь, 535-я, да, на М30, тоже сам старый мотор, и только в 88-м году, в январе, по-моему, или в феврале, тогда уже стали выходить вот эти кузова, и уже официально регистрироваться в Германии, как вот 88-й год, но в 87-м году их вот представили, выпускались они до 95-го года, 96-й год был универсалы, 540-х было мало выпущено, но я отошел от темы, возвращаемся к торпеде, с торпеды я, конечно, геморрой просто такой был, мне нужно было это все разобрать, смотреть, датчиков, к сожалению, у меня нету, потому что человек, который мне продал торпеду, понятно, совсем на весны, про датчики он знать не знает почему-то, я не знаю, он мне просто не отвечает, тот же самый патрубок искал, на воздух тоже, вот он как-то снимал, и вот как-то его потерял, потому что до рестайла не подходит вообще, потому что он слишком широкий, а когда рестайл, он такой узковатый немного, и тогда он, да, подходит типа четко, шумку я еще планирую ставить, я решил, что буду шумку ставить полностью, хотя с другой стороны, а где драйв-то в этой машине, с другой стороны, когда люди дрифтят там и так далее, им наоборот хочется избавиться от всей этой шумки, и здесь встал немножко спор, поэтому я еще решаюсь, но шумку я бы хотел поставить, да, вот, а в особенности, где торпеда, вот, но все-таки это V8, поэтому доокомплектовал тот же руль, самый ужасный руль, все его ненавидят, все его хейтят, та же самая подушка безопасности, ну не могли этот значок красить в то время, не было технологий, поэтому он такой черно-белый, хотя я не понимаю, что такого, крутой руль как бы, он такой агрессивный, но он просто не трехспицевый, и у него хотя бы есть вот эта боковая поддержка, вот для рук, я так это называю, может быть, это там правильно, машины доволен, потому что прихожу туда в гараж на два часа позаниматься, потом ухожу, весь черный как бы, ну и при этом ты как в шахте, работаешь, всегда я довольна, деньги зарабатываешь, там майнишь, не важно, ладно, перейдем к мотору, вот так он открывается, мотор М60Б40, известный мотор для валева, его часто используют в дрифте, в основном его используют на тройках, его свапают, по-моему, регистрировать уже можно, кстати, самый парадокс, что, по-моему, я слышал в Латвии, Литве, там в Латвии, в Риге нельзя, там что-то регистрировать уже, а у нас можно, у нас даже спокойно можно коробку, кстати, в планах тоже коробку зарегать, тот же самый выхлоп, та же самая система, вот эта, она там заколхожена, она слишком шумит, я хочу, собственно, поставить спортивный катализатор, и все это сделать, чтобы она просто элементарно проходила техосмотр, хотя, если в Porsche Ring ездить, говорили, что типа техосмотр не обязателен, но меряют звук, то есть скорее всего, эта машина не пройдет по звуку, то есть даже такое может быть, но на Porsche Ring я планирую на ней поехать, лишь не на ней, а на эвакуаторе за 70 евро, я уже нашел, так в следующем году уже поедем, и надо сделать эту машину, V-образный мотор, легендарный, да, вот так это происходит, понимаете, все ломается, легендарный мотор, на самом деле, то есть она едет, как бы, по современным меркам, она не едет, как бы, понятно, но ты чувствуешь этот мотор, как она едет, только из-за того, что у тебя тут нету такого комфорта, как в новых машинах, да, там всякие подвески и так далее, то есть шумки, то есть здесь ты чувствуешь на все 100%, да и машина сама маленькая, относительно новой пятерки, там какая там G60, наверное, вышла, или... Как вы можете видеть, у меня есть ткань, хорошая ткань, еще сохранилась, у Энди она не сохранилась, была рваная, поэтому я ее просто выбросил, поставил амортизаторы, кстати, китайские, но историю вам расскажу, что на Энди я ставил тоже китайские, они мне 7 лет отслужили, то есть капот выстреливал, на удивление, да, и здесь то же самое, то есть здесь как бы вот такие же купил китайские, они работают и нормально, сейчас многие скажут, а что это не Фэби Бельштейн какой-нибудь там, ну, я Фэби купил на заднее, там что, 12, ну, как бы это дешево стоит, ну, поменяю, несу, если так это вам важно будет, в комментариях напишите, поменяю. Честно сказать, Эдик, тот, кто мне продал эту машину, фамилии не говорю, претензий нету, стоит в начале, что все это вымышлено, это график и так далее, не покрасил почему-то вот эти штучки, да, изначально капот был, что-то там темно-бордовый, бордовый цвет даю? Похож на какой-то бордовый. Под капотка ужасно грязная, вы помните, как я мыл, блин, я, конечно, да, я мыл кершером, помню, машину, никогда не рекомендую, и даже не удивляйтесь, почему на мойках вам говорят, что только под вашу ответственность, потому что они не знают, что у вас может быть, нету герметизации, опять же, да, с завода здесь были уплотнители, их здесь не было, то есть я не знаю, как Эдик вообще, как Эдик вообще, но мне он продал, да, понятно, я как бы молодой, я как бы только вхожу в эту сферу, понятное дело, но не заметил, да, поплатился, залило свечи, свечи полностью поменял, катушки полностью поменял, ко мне Марек приезжал, научил это делать, спасибо тебе огромное, все сделали, будем лезть в мотор, следующий этап, смотреть в каком он состоянии, потому что, в принципе, у меня есть вариант у Марека просто сделать, у него есть опыт в капиталке мотора, то есть он у себя просто в гараже его стягивает, там 7 раз уже стягивал, там что-то допиливал, да, поэтому будем заниматься на этой машине, в принципе, не проблема, вот, патрубок тоже самое, не знаю, у меня не было этого чехла, купил этот кожух, не чехол, а кожух, извиняюсь, кожух за 50 евро, у Эдика купил, а он треснутый оказался, то есть там типа, он говорит, это новый из Юнайтона, но если он треснутый, зачем вообще его продать, я как бы не знаю, он привез, ну блин, ладно, потому что у меня бы не было этого кожуха, я просто потом его поставлю, не знаю, с чем связано, но почему-то у меня он касается, вот этот вот вентиль касается, как раз таки вот эта вот, патрубка, короче, да, не знаю, блядь, то есть просто он касается, из-за этого вот это, то есть вот это параша слышно, то есть ощущение, как будто у тебя просто там что-то с поршнями, или еще что-то, то есть маптод на выброс, да нет, шутка, также пластиков не хватает, у меня как бы есть все пластики, опять же, я до них дойду, если я дошел, блядь, до этой приборки, хотя у меня просто, ну как заноза, захотелось поменять, то здесь тоже все, у меня есть еще одна проводка даже, человек мне утверждал, что она от 540, то же самое, типа вот та проводка, но кто-то писал, что нет, потому что я выставлял видик, когда им, да, написали, что типа нет, странно, конечно, отличили только по тем, что там типа предохранители, не так стоят, они вообще другие, но не знаю, как бы, кстати, я считаю, что 540 вышла после 535, это как замена была, немножко мощная версия, но они не могли сделать мощнее 540, чем та же самая М5, да, в этом фишка, хотя с места, с места, 540, ну, М5 она обгонит, как бы, да, если вот стоковые 3,4, М5, 3,6, да, 3,6, как бы, да, может быть даже 3,8, потому что там крутить надо машину, а потом, понятно, она просто сделает, потому что рядная шестерка и легче, по-моему, легче, как бы, да, и там все другое, как бы, понятно, по системе и так далее, вот, у меня нет таких познаний в этих машинах, к сожалению, чтобы я там знал, там, где там шкивы всякие и так далее, это просто, но у меня как бы есть люди, кто это делает, это вообще от москвича, вот этот вот чудо это, я не знаю, ну, короче, здесь есть свои нюансы, но поймите, даже если вы будете искать 540, вот этот, именно вот этот вариант, он уже стоит 10+, ну, 100%, да еще, я же поставил сюда эти, Ricara сидения передние, не Ricara, а Motorsport, не путайте, кстати говоря, задний диван, стоковый, конечно, оставил, я думал, Sandy перестать от М5 сидушку, но проблема в том, что здесь стоковый, он именно откидывается с багажника, вот это, кстати, очень прикольная тема, но есть свои нюансы и плюсы, оператор, подойдите, просто я хочу, чтобы вы просто в реальном времени посмотрели, вот, то, что я там не обманываю, погнали, короче, есть также задняя шторка, в принципе, механическая, понятное дело, мы же не Роберт, который себе сделал электрическую, кстати, Роберт, привет, офигенная тачка, на комплектации, но эта 540, она как бы на комплектации, но базово, да, то есть она что-то имеет, а что-то не имеет, есть оригинальный мафан, который нужно встроить в Wi-Fi модуль, этот модуль Bluetooth, то есть это все встроим, и четко будет, то есть я смогу там свою музыку включать, либо просто радио, как бы на любой вкус, так, мы за рулем, E34 540, звук просто офигенный, как бы, да, та часть, которую многие любят, как бы, самое главное, чтобы нас мусора не остановили, да, это все еще график, не говори, так, тут ремонт дороги у нас, кстати, подвеска здесь, к сожалению, не спортивная, стоковая 540, поэтому, звук очень классный, офигенный, как бы, грех жаловаться, эту машину в сном берут только из-за этого звука, опять же скажу, что сейчас у нас вырезаны катализаторы, поэтому звук здесь громче, вот, здесь нету стокового звука, а стоковый звук, как мы знаем, он очень тихий, короче, короче, также, проблема в этой машине есть, которую я так и не устранил, она почему-то глохнет иногда, у меня такое бывает, скорее всего, это как-то связано с автоматом, который здесь стоял, и тем шнуром, который там отключен, короче, то есть, может быть, такая тема. Машина тянет с самых низов, то есть, очень классно, на самом деле, приятно, но ты понимаешь, что эта машина не для города, то есть, когда я купил эту машину, я понимал, ну, во-первых, я не видел таких мощных, да, мотор тут тоже чувствуется, он тяжелый, действительно, вот этот V8, ты прямо его чувствуешь, вот эту тягу, как бы, но звук, звук просто офигенный, как бы, и, ну, опять же, ты только послушаешь этот звук, ты просто кайфуешь с него, вот, впереди мусора показывают, так что мы, как нормальные люди, поедем налево, как говорится, не ходите налево, но мы пойдем, да, передачи вроде плавно переключает, то есть, как бы нормально, на самом деле, вроде не жалуюсь, как бы нормально, да, там где-то лампочки может поменять, машина старая, время, у меня, к сожалению, как бы, ну, к сожалению, времени нету, у меня, слава богу, семья, как бы, есть, я не такой зависимый от машины, то есть, я сам занимаюсь видеосъемками, сам занимаюсь, видеосъемками тоже, у меня работа, много времени, как бы, я должен все равно держать баланс, потому что, если бы, понятно, не было бы у тебя семьи, ну, понятное дело, ты, может быть, там в тачках бы ковырялся, может быть, там больше времени там снимал бы что-то, ясно, но это так, если о своем говорить, это, собственно, ответ, почему у меня ролики про 540 выходит очень редко, опять же, вот, поэтому такая вот схема, реализовал свою мечту, то есть, у меня мысль была, как я говорил, два года назад, когда я купил, перед тем, как купить эту машину, я, в принципе, я знал, где ее достать, это у того же Эдика, спасибо ему огромное, он мне даже продал машину, как-то странно, он мне ее заправил, полный бак, ну, не суть, как бы, не знаю, может быть, он знал, что есть какие-то определенные косяки, но на самом деле, я, владею этой машины два года, ей занимаюсь, да, время от времени, ну, вы видите разницу, в начало, какая она была, и после, тот же самый салон там перекидывали, вообще все делали, ты кайфуешь просто от этого звука, здесь, как бы, да, с машиной просто кайфую, офигенная тачка, на самом деле, как бы, да, у нее проблема, у нее еще в рулевой, почему, знаете, люфт, если у обычной машины, там, три четверки, 2.0, неважно, там, другие взять, там, может быть, у вас люфт будет не такой, но здесь люфт просто офигенный, скорее всего, наваливали на этой машине, но это обычная практика BMW, короче, идеальный баланс агрессии, идеальный баланс даже звука, да, в оригинале, если будет стоять даже с катализаторами, звук все равно офигенный, за счет V8, и такого больше не будет, сейчас в современных машинах, там Turbo Aero, от V8 вообще отказываются, Audi, по-моему, только на электро приходит, понятно, они быстрее, понятно, но сам факт, получить удовольствие от того, что эта машина просто может тебе подарить, и она действительно дарит тебе вот эти ощущения, блин, ну давай быстрее, стоять не хочется, сейчас мы его обгоним, какая машина еще это подарит, вот просто непонятно на самом деле, такие эмоции просто вот, только вот этот V8 подарит, как бы, да, ну M5 ясно, ты ее можешь крутить, как бы, он сейчас оператор улыбается, просто все в ахуе на самом деле, да, как бы, надо быстро в гараж съебываться, а то такая хуйня, я сегодня эмоции получил, он давно не ездил, блин, вот эти зеркала, да, они уебично смотрятся, я согласен, даже оператор сегодня сказал, что чувак, сними этот позорище, но просто, а как еще машина будет, как она еще будет выделяться, вот объясните мне, хотя бы такой вариант, и опять же, как капельки, нормально, обтекаемая, в общем, ребят, будем заканчивать этот обзор, спасибо огромное, спасибо огромное оператору, вот, Dogma64 на связи, 540, до скорых встреч,